Добрый день! В связи с последними мировыми событиями у людей накопилось очень много вопросов, в том числе и вопросов к иммиграционному адвокату. Сегодня у нас в гостях американский иммиграционный адвокат Виктория Шелегина, и я надеюсь, что она даст вам ответы на многие ваши вопросы, в том числе, которые вы будете задавать после в комментариях. Мы постараемся ответить на них. Итак, Виктория, вам слово. Здравствуйте. Здравствуйте. Я не обещаю ответить на все вопросы. Во всяком случае, я могу сказать, что ответы, которые я буду сегодня давать, это, скажем так, будет, это мое личное мнение, и которое будет, ну, должно пройти проверку времени. Виктория, наиболее частые вопросы, которые мы получаем, звучат так. Что происходит сегодня в мире, на ваш взгляд, в частности, в США, и как последние события повлияют на бизнес-миграцию в США? Ну, хороший вопрос, на самом деле. По поводу влияния, что происходит в мире, по-моему, мы все, в общем, вычитаем, у каждого есть своя точка зрения, от научной до конспирологической. Однако, что касается бизнес-миграции, на мой взгляд, ну, сейчас, конечно, вот прям в данный момент, в данный момент ситуация несколько замедлилась, да, притормозилась, потому что люди замерли, люди ждут, что вообще, что будет дальше. Но, тем не менее, иммиграционная служба продолжает работать, она продолжает принимать иммиграционные дела. Единственный момент, вот уже почти три недели, по-моему, да, уже около трех недель, иммиграционная служба пока временно приостановила прием заявок на ускоренное рассмотрение иммиграционных дел. А это, как правило, ну, очень часто это бизнес-миграционные кейсы, да, кейсы для рабочих, рабочих виз, то есть пока временно иммиграционная служба будет рассматривать все кейсы в общем порядке. Это так и есть. Что касается, что касается, как-то бизнес-инвесторов, то я... Она остается. Заинтересованность в инвестировании в американскую экономику. По той простой причине, что иммиграционные... Американские инвестиции, они часто неразрывно связаны с иммиграционными бенефитами, которые может получить иностранный инвестор. И если вот за последние где-то, ну, год около четырех лет, последние четыре года новая, новая уже старая скоро будет, администрация, то есть правительство США, они, в общем, так вели себя таким образом, что несколько демотивировали инвесторов, да, в части того, чтобы приносить инвестиции в страну, то с мировым экономическим кризисом, который, безусловно, коснется и Соединенные Штаты Америки, то есть как бы вопрос в том, да, насколько это будет, насколько этот кризис будет серьезным, ну, наверное, будет, в общем. Не хотелось бы давать плохие, то есть какие-то пророчества, но, наверное, это будет не самый легкий финансовый кризис в мире. Тем не менее, из того, что, насколько я понимаю, я не экономист, конечно, безусловно, но так как по роду деятельности связано с бизнес-миграцией и с подготовкой инвестиционных кейсов, что так или иначе приходится, в общем, заниматься, читать литературу, экономическую литературу. Из того, что я понимаю, для того, чтобы реанимировать экономику, для того, чтобы поднять эту экономику, необходима инвестиция. Инвестиции бывают двух типов, это внутренние инвестиции и внешние инвестиции, внешние иностранные инвестиции. Так вот, те самые прямые иностранные инвестиции, они играют одну из основополагающих ролей в части оздоравливания экономики. И, безусловно, если государство хочет оздоровить свою экономику и поднять ее в идеале на еще более высокий уровень, а как минимум на прежний уровень, на докризисный уровень, то государство должно привлекать те самые иностранные инвестиции. Я предвижу, ну, мне хотелось бы верить, во всяком случае, да, с точки зрения, в общем, абсолютно такой простой логики, если страна находится в экономическом кризисе, то необходимо привлекать иностранные инвестиции. Затем, кроме всего прочего, иностранные инвестиции – это же не только деньги, да, вот денежные средства, которые приходят в экономику. Так или иначе, создаются прямые или косвенные рабочие места. Учитывая процент людей, которые попали под сокращение, те люди, которые остались без работы за последние несколько недель, и в США, и в общем, по всему миру, то создание дополнительных рабочих мест, прямых либо косвенных, это, конечно, тоже один из главных, скажем таки, позитивных моментов от получения иностранных инвестиций в стране. Поэтому я предвижу, из того, что я предвижу, мне хотелось бы рассчитывать на разумность, да, и на здравомыслие нашего правительства, американского правительства по поводу того, что они будут, наоборот, приветствовать приход, да, приток иностранных инвестиций в страну. Ну, какие-то официальные есть намеки на то, что акценты смещаются? Ну, пока никаких намеков нет. Я понимаю, да, ваш вопрос. Пока намеков никаких нет, пока вообще никто не очень понимает, где мы, в какой... Еще не все понимают, когда мы, когда бизнес может вернуться, да, к нормальной работе. Однако я могу сказать следующее, что если вы планируете, если вы планируете инвестиции, например, те же самые визы И-2, да, визы инвестора, а не иммиграционного инвестора, то готовить эти документы лучше сейчас по одной простой причине. Консульства закрыты сейчас, да, то есть все эти консульства закрыты и уже там несколько недель, и, скорее всего, следующие несколько недель они тоже будут закрыты, американские консульства по всему миру. Но однажды они откроются. Конечно, однажды они откроются. То есть все те интервью, все те дела, которые были запланированы на прошедшие эти, на вот эти вот несколько недель, они должны будут сделаны, в общем, в рекордно короткие сроки. Плюс еще появятся новые дела, которые нужно будет рассмотреть. То есть очереди, конечно, будут колоссальные. Ну, я предвижу, что... Я буду рада ошибиться, но боюсь, что так оно и будет. И поэтому, что мы делаем с моими клиентами? Мы готовим эти кейсы инвестиционные, ну, в частности, кейсы И-2. Мы их готовим сейчас. У нас они все лежат уже на низком старте. И как только консульства открываются, мы сразу же отправляем эти кейсы в консульство, чтобы застолбить себе место для интервью. Даже при этих условиях я ожидаю, что как минимум 2-3 месяца, скорее всего, будет ожидание, пока придет наша очередь для рассмотрения кейса. Но, в общем, да. Я не представляю себе, как долго это продлится, поэтому здесь, в общем, да, такая будет порядок. В порядке живой очереди все должно будет проходить. То есть все должно быть подготовлено, скажем так, к открытию, знаете. Виктория, скажите, пожалуйста, какие бывают виды инвестиционных виз? Ну, смотрите, есть 4 основных категории инвестиционных виз, американских инвестиционных виз. Первая, о которой я говорила, это виза И-2. Это не иммиграционная виза инвестора. Она доступна, к сожалению, не всем гражданам. Она доступна только гражданам тех стран, у которых заключено соответствующее международное соглашение с Соединенными Штатами. Ну, таких как, например? Ну, если мы говорим о странах бывшего СССР, мы с вами говорим по-русски, да, наверное, зрители наши примерно, аудитория составляет как раз выходцы из этих стран, то туда не включены Узбекистан, Беларусь и Россия. Не включен. А для остальных? Остальным доступно, да. Для остальных это доступно. Второй тип визы – это виза L1. Виза L1, L1A. Она доступна в том случае, если у вас есть бизнес за рубежом и бизнес в Америке. Эти оба бизнеса, они аффилированы. То есть, если вы являетесь там одним из, скажем так, занимаете ключевую позицию топ-менеджеров, то есть вы приезжаете в Соединенные Штаты для того, чтобы развивать бизнес вот этой вот точки, да, или аффилированной структуры с иностранными компаниями. Третий тип визы – то есть это тоже L1A, это виза, не иммиграционная виза, то есть она сама по себе не ведет грим-карты. Дальше мы уже говорим о визе L1C, это иммиграционная виза, и требования к этой визе, они очень схожи с требованием к визе L1A, то есть тоже, опять же, необходима компания за рубежом и необходима аффилированная структура, аффилированная компания в Америке. То есть вот весь тот же самый путь, та же самая процедура. А в чем отличие? Одна иммиграционная виза, а вторая не иммиграционная. Одна виза дает грим-карту, вторая не дает грим-карту. То есть не всем нужны грим-карты. Есть люди, которые приезжают просто для того, чтобы развить бизнес и вернуться. Но очень часто, очень часто виза L1A, она служит, скажем так, ступенью к тому, чтобы впоследствии подать документы на грим-карту через визу EB1C. А, то есть можно перейти с одного типа виз на другой? Да, ну да, конечно. Ну и самая последняя, в общем, самая, наверное, известная виза, это виза EB5, инвестиционная иммиграционная виза. Это вот та самая виза, когда вам необходимо инвестировать в американскую экономику от 900 тысяч до 1800, в зависимости от того, в какую местность вы инвестируете, в общем, от типа инвестиций. Ну, это я очень коротко, да, сейчас так под головом, по игрокам пробежалась по типам виз. Угу. Да. Понятно, Виктория, что вы объяснили это все буквально в трех словах, и что за этими тремя словами стоит очень эта дома информации, которую люди, наверное, захотят получить. Как они смогут это сделать? Они смогут записаться к вам на консультацию? Как они могут с вами связаться? Ну, смотрите, безусловно, я буду рада проконсультировать. Единственный момент, что в связи с обсуждаемыми событиями наш офис временно перешел в режим онлайн-функционирования, да, то есть личных консультаций мы пока не даем. Все консультации проводятся удаленно. Я буду рада, да, ответить на все вопросы. Вы, то есть ваши зрители могут позвонить по телефону, связаться по телефону плюс 1-8-4-7-2-0-8-1-9-1-4. Этот телефон зарегистрирован и в WhatsApp, то есть для иностранных звонков, и мы будем рады ответить, безусловно. Либо задавайте вопросы под этим видео, я буду просматривать и отвечать. По поводу консультации, она платная? Да, стоимость консультации 200 долларов. Итак, мы очень коротко донесли до вас информацию о перспективах инвестиций, иммиграции в США. Если у вас есть вопросы к Виктории, вы можете записаться к ней на консультацию и получите развернутый, абсолютно полный ответ на все ваши вопросы. Спасибо. Спасибо за внимание. Спасибо, Виктория. Спасибо. Всего доброго. Спасибо.